МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вся правда шансона. Шансон ТВ. Здравствуйте! С вами Катя Катушкина и вся правда шансона. 1 апреля поклонники вспоминают Анатолия Днепрова. Этот артист, родом из Днепропетровска, успел пожить во многих городах. В Киеве, в Москве и в Нью-Йорке. Кстати, в Штатах Днепрова называли вторым Демисом Руссосом. Песни Днепрова – это уже часть истории русского шансона. Радовать Россия, ах, как жаль Армения. Даже человек, далекий от жанровой музыки, сможет вспомнить некоторые из композиций этого легендарного артиста. Кстати, авторами многих песен Днепрова является его жена Ольга Павлова и тесть Павел Леонидов. А сам Днепров написал много композиций для первого альбома Анатолия Могилевского. Золотой песней артиста была и остается композиция «Радовать». «Радовать», «Хочу тебя сегодня радовать», «Одну тебя любить» и «Радовать». «Хочу, чтоб нас в пути межая в нас велик». 5 апреля бессовестно счастливая певица, ведущая программы «Звездный пасьянс» на Шансон ТВ Катерина Голицына отмечает день рождения. «Бессовестно красивая, бессовестно влюбленная, бессовестно счастливая, мечтами окрыленная». Родилась Катерина в семье кубанских казаков. Жизнелюбивая, яркая, наполняющая кипучей энергией все и всех вокруг себя. Голицына самобытная и талантливая. Она органично вписывается в глубокую жанровую музыку и с легкостью исполняет танцевальные хиты. Певица постоянно занимается спортом, пишет новые песни, дает концерты. И как она все успевает? Я женщина на миллион, ты дорогой попал, похоже. Мы от души поздравляем сильную женщину, прекрасную артистку и коллегу Катерину Голицыну с днем рождения. Вся правда шансона. 6 апреля заслуженный артист России Игорь Саруханов принимает поздравления. Ты ли, ты ли это? Не верю я глазам. Ты ли, ты ли это? Молюсь твоим слезам. С момента начала творческой карьеры он успел поработать в популярных «Виа» «Синяя птица» и «Цветы». А потом создал свой ансамбль «Круг», который прославился песней «Каракум». В 86-м году вышел первый сольный диск Саруханова «Если нам по пути». К нынешнему моменту в коллекции артиста появилось более 20 сольных пластинок с отменной музыкой. Дорогие мои старики, желаю тебе «Зеленые глаза», «Скрип колеса». Эти песни знают и любят многие. Коллектив «Шансон ТВ» поздравляет Игоря Саруханова с днем рождения. «Вся правда шансона». 7 апреля поклонники шансона вспоминают Михаила Круга. Этот артист, эта личность – отдельная веха в истории жанровой музыки. «Как было тепло, что нас с тобой вместе свело, девочка Пай, рядом жиган и хулиган». Песни, написанные с петой кругом, часть нашей музыкальной истории. Владимирский Централ, студентка, мадам, девочка Пай. Нельзя выделить какие-то отдельные песни Круга, потому что каждая – хит. Владимирский Централ, ветер северный, этапом из Твери, но немерено лежит на сердце тяжкий груз. Официальных альбомов, выпущенных кругом, восемь. А вот сколько пиратских копий и сборников было продано – не сосчитать. Дуэты с Игорем Слуцким, Светланой Терновой и Викой Цыгановой очень популярны среди поклонников шансона. А уж песня «Приходите в мой дом», которую написал Вадим Цыганов, это уже практически народная песня любимого народом артиста. «Приходите в мой дом», «Мои двери открыты», «Буду песни вам петь и вином угощать». Вся правда шансона. 8 апреля отмечает день рождения певица Рада Рай. Родилась она в Магадане, долго и упорно занималась музыкой, переехала в Москву, училась, работала в ресторанах и на бэк-вокале у известных артистов. А потом случилась судьбоносная встреча с музыкантом Олегом Ураковым, благодаря которому она вышла на большую сцену. Ее первый дебютный альбом «Ты душа моя» вышел в 2008 году и занял второе место в российском чарте «Билборд». Сейчас в творческом багаже Рада Рай четыре сольных альбома, дуэты с Авраамом Руссо и Эдуардом Изместиевым, престижные музыкальные награды. В эксклюзивном интервью «Шансон ТВ» певица рассказала, что работает над своей пятой пластинкой, которая называется «Все скажет музыка за нас». К записи нового альбома мы хотим привлечь самых лучших музыкантов, хотим записать оркестр, будем пробовать новые лучшие студии, звукорежиссеры хорошие, будут очень... В общем, много новых идей креативных, будем пробовать. Девчоночка, цыганочка, любовь моя чиста, Конечно, мы не парочка, жизнь без нее его пустая. Девчоночка, цыганочка, да ни сомненья прочь... Помимо записи сольного альбома, Рада Рай задумывается над выпуском пластинки, состоящей из дуэтов. И я пока еще не решила, включать их в этот альбом или нет, потому что песен много, хочется все показать. А может быть, потом выпустим дополнительный альбом из одних дуэтов. Так тоже может быть. Мы с нетерпением ждем новых песен и поздравляем Раду Рай с днем рождения. Вся правда шансона. 10 апреля поздравление с днем рождения принимает романтичный шансонья Сергей Любавин. Родился он в Новосибирске, закончил вокальную студию при Гнесинке, а его сольный дебют состоялся на конкурсе «Юрмала-93». Первый официальный альбом Любавина «17,5» вышел в 1994 году. И начинал Любавин не с романтического шансона, а с жанровой музыки. Разбойные песни, волчонок, сибирский тракт. А потом пошла лирика. И появились песни на стихи Есенина, любовные композиции, ну и, конечно же, пронзительный дуэт с Татьяной Булановой. Сергей Любавин выпустил более 20 сольных альбомов, является постоянным гостем на крупных музыкальных фестивалях и концертах. А шесть лет назад состоялся его первый сольник в Государственном Кремлевском дворце. Любавина ждут и любят во многих городах, но среди плотного гастрольного графика он всегда находит время, чтобы попариться в бане. Баню Любавин очень уважает. Самое главное в бане, это как у врачей, принцип «не навреди». Самое главное, не нужно устраивать в парилке какой-то спортивный режим. 120 там некоторые, значит, мужчины, еще рюмку водки выпьет и идут 120 сидеть там. Это вообще, это уже не баня, это какой-то шкаф для куриц-гриль, как я называю. Тут вопрос как раз не в том, чтобы там зажариться и получить какие-то максимальные вот эти тепловые ощущения, а принцип в том, чтобы прогреться очень хорошо. В таких условиях достаточно 60 температура и 60 влажности. Мы поздравляем Сергея Любавина с днем рождения. Вся правда шансона. 11 апреля поздравление принимает Ефрем Амирамов, народный артист Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Певец-композитор, поэт известный широкой публике, как автор и исполнитель песни «Молодая». Ровно одна бутылка водки нам обошлась, вышка, которая провода ченит. Ровно за бутылку водки мы отдали, и он согласился поднимать, опускать. Ну, сами выпили бутылки три. Две даже не помню, кому где-то, как что. То есть ни копейки денег мы не потратили. Мы знали, что из этой самодеятельности получится. Есть вещи, которые, где деньги ничего не решают. Объяснить не объяснишь, и живешь как будто спишь. А в бессонницу грешишь почему-то. В багаже Амирамова девять официальных альбомов. Альбомы с концертными записями, несколько сборников стихов и престижные музыкальные награды. Мы от души поздравляем этого талантливого артиста с днем рождения. «Красив всегда тот, кто счастливый». «А если все вокруг красиво, зачем наркотики и пина?» «Вся правда шансона». 12 апреля поздравляйте с днем рождения Юрия Гальцева. Этого человека в нашей стране любят особенной любовью. Но еще бы, так умело шутить и петь может не каждый. «А где-то в Крыму девочка в розовом сарафане, и мама ее не отпускала гулять. Но мы просили, отпусти мама, дочку с нами. И мать отпустила, и дочь ее на корабле». Гальцев – международный любимый комик, который имеет золотой нос и резиновое лицо. Это награды такие. Помимо этого, Гальцев еще и телеведущий, и замечательный киноактер, снявшийся в таком количестве фильмов, что у вас пальцев на руках и ногах не хватит, чтобы сосчитать. «Моя тема, спасибо». 13 апреля празднует день рождения «Человек-года» по версии журнала «Джей-Кью». Певец, который кует хиты один за другим. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. До того, как стать кумиром миллионов, он работал грузчиком, сторожем в детском саду, стекольщиком, кузнецом, столером, дизайнером в рекламном агентстве, ассистентом на съемках видеоклипов. Эпатажный, дерзкий и безумно талантливый артист пишет и поет песни, которые в одночасье становятся суперхитами. «Я люблю жизнь». Это с его легкой руки добрая половина россиян установила на телефоны рингтоном музыку из фильма «Бумер» и узнала про лобутены. Клипы Шнурова – это мини-фильмы, которые хочется пересматривать и смаковать. А, кстати, помимо музыки, Шнур еще и занимается художествами. Он даже придумал свой собственный жанр в живописи. Называется «Бренд-реализм». Вместо воды в Неве течет нефть. Картина так и называется – «нефть». И вот чадят вот эти расстраиванные колонны. Мужик! Мы поздравляем Сергея Шнурова с Днем Рождения! Вся правда шансона. 13 апреля день рождения отмечает заслуженный артист России, шансонье Михаил Шуфутинский. Соло! Наша жизнь – это соло! Бесконечное соло! Михаил Захарович – певец, пианист, продюсер, композитор. Жизнь этого человека как интересная книга с закрученным сюжетом и неожиданными поворотами. Москва, Магадан, эмиграция в США, триумфальное возвращение на родину. Через все эти рубежи прошел Михаил Шуфутинский. Очень интересно, сочно и тонко рассказано о жизни Шуфутинского в его автобиографической книге «И вот стою я у черты». Там и про то, как учился играть на баяне, и про первые поцелуи в подъезде, и про первый джаз, про знакомство с Агузаровой, работу в американских ресторанах и про возвращение на родину. Струны, как любовь сегана, зазвучат хмельно и пряно. В творческом багаже Шуфутинского около 30 официальных альбомов, две книги, работа в кино и озвучивание мультфильмов. Талантливый и любимый миллионами артист, благородный человек с большим сердцем – Михаил Шуфутинский. Поздравляем с днем рождения! Вся правда шансона. 15 апреля народная и любимая Алла Пугачёва празднует день рождения. В Петербурге сегодня гроза, на ресницах застыла слеза. Пугачёвой аплодировала Европа, Азия и Америка. В её дискографии более ста сольных пластинок, CD и DVD дисков, а общий тираж её дисков – более 250 миллионов экземпляров. Да что говорить, по опросу в ЦИОМ Пугачёву назвали самым влиятельным человеком после Медведева и Путина. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил. Главная певица России каждое первое воскресенье марта отмечает праздник жёлтых цветов, который она же сама и придумала. Раньше, будучи ещё не такой известной, Примадонна покупала букет жёлтых цветов и раздавала их встречным прохожим. Сейчас же это торжество она устраивает дома в кругу друзей. Все гости ей дарят букеты солнечных цветов, а Пугачёва произносит торжественную фразу «Весну разрешаю». Весь коллектив Шансон ТВ поздравляет великолепную Аллу Пугачёву с днём рождения. 25 апреля поздравления с днём рождения принимает Эдуард Изместиев. На сцене он появился как Андрей Бандера. Этот псевдоним артисту придумали в компании «Союз Продакшн». Ивушки, «Не любить невозможно», «Метелиться». Песни, спятые артистом, сразу полюбились людям и принесли ему популярность. А дуэт с Рады Рай «Ты лети, моя душа» сразу стал хитом. «Ты лети, моя душа, к половиночке моей». Несколько лет назад артист расторг контракт с компанией «Союз Продакшн» и стал работать под собственным именем – Эдуард Изместиев. Был Андрей Бандера, стал Эдуард Изместиев. Но ведь талант и голос артиста никуда не делись. Не все, кстати, знают, что Эдуард Изместиев, ко всему прочему, еще и талантливый аранжировщик. До начала сольной карьеры он работал с Витасом, Димой Биланом и Александром Маршалом. Эдуард Изместиев – лауреат престижных музыкальных премий и частый гость концертов, которые проводит телеканал «Шансон ТВ». А в нашем эфире вы можете увидеть его сольный концерт «Зачарованное сердце». Мы от души поздравляем Эдуарда Изместиева с днем рождения! 27 апреля отмечает день рождения звезда российского шоу-бизнеса, певец и композитор Стас Михайлов. Задача очень простая. В одном месте собрать людей, которые готовы в этот день веселиться, радоваться, получать подарки. Путь к славе он прошел от самого его начала. Были и неудачи, и падения, и все, что имеет артист к нынешнему моменту. Любовь миллионов, полные залы и признание. Всего этого он добился благодаря таланту, упорству и трудолюбию. Я думаю, что у него еще много-много впереди, совсем не вершины его творчества. Я думаю, что он много еще споет интересного, более шансонного материала. У него он очень широкий, на самом деле, Стас. Я столько не выпью людей в своей жизни, я столько не выпью дождей в этой жизни. 11 сольных пластинок, сборники, концертные записи, дуэты с Таисией Павалией, Зарой и Джиганом. Стаса Михайлова любит, а его песни поют люди. Это ли не высшая награда для артиста? Мне не надо ничего одного. Вот когда вокруг этим могут пользоваться, пожалуйста, пусть живут люди, пользуются. Вот это счастье есть. Там, там, где тебя нет, там, там, летом идет снег, там, крылья нельзя раскрыть, там, хочется полком быть, там, там, где тебя нет. Мы поздравляем заслуженного артиста России Стаса Михайлова с днем рождения. Вся правда шансона. Легендарный армянский певец Бока празднует свой день рождения 28 апреля. Свой первый альбом Бока записывал одни дни в студии. Просто к распространителям в руки попала запись одного из ресторанных выступлений артиста, которая в короткие сроки зазвучала по всему городу. Свои последующие альбомы Бока записывал уже на профессиональной тбилисской студии грамзаписи «Мелодия». Мы же послевоенные дети. Мой отец, когда приехал с фронта, он, значит, играл на мандолинке. А я пацаном, он меня учил военным песням. И вот так стоял, у меня есть до сих пор фото, я руки за спиной, мне пять лет. И я пою Катюшу только по-солдатски. Вот созрели груши у Катюши, у Ивана вырос огурец, выходил. Вот так он меня учил. Современники рассказывают, что однажды у Боки с Аркадием Северным произошла перепалка. Северный обвинил армянского певца в плагиате, а тот ответил ему куплетом песни, в котором была фраза «За душу, как кролика, перестанешь петь». Значит, мне где-то 25-26 лет, а он сидит взрослый такой, худой, весь сухой. И водку пил, знаете, со стаканов-то. Потом он подошел, говорит, ты Бога, да? Я говорю, да. Ну, ты, говорит, обещал меня задушить, как кролика. Вот я перед ним. Так я перед ним извинялся, обнял его целую. Ну, я говорю, простите, пацан молодой, наверное, ляпнул такое, но сгорячая. Я перед вами преклоняюсь, я говорю, всю жизнь я вас любил и люблю. Да, это все ерунда, давай с тобой выпьем. Обнял меня, такой чудесный души человек. Молодость, тук-тук, доля воровская. Эти хиты Буки знает и любит во многих городах. Мы поздравляем артиста Бориса Довидяна с днем рождения. Вся правда шансона. 28 апреля день рождения отмечает музыкант Александр Звенцов. Гитару он взял в руки, когда ему было 5 лет, а писать свои песни начал в 96-м году. Долго их никому не показывал. Однажды ему предложили записаться в студии. Вроде бы что-то получилось. Александр Звенцов дебютировал в 2000-м году. Его первый альбом «Со свиданницем» принес автору широкую известность у любителей жанра. На счету артиста 6 сольных альбомов. Он выступает на концертах, пишет и исполняет свои песни. Долгая зима, в юге кутер-мар, в сердце лед. Мы поздравляем Александра Звенцова с днем рождения. Вся правда шансона. В конце теплого весеннего месяца, 28 апреля, поздравление с днем рождения принимает певица и актриса Ирина Шведова. Родилась она в Кишиневе, где, собственно, и состоялось ее артистическое становление. А я странница, я странница, как шлейф за мною дянется. Мой путь из ниоткуда, никуда. В 90-е годы Шведова перебралась в Москву, где познакомилась с Игорем Демариным. И стала лауреатом престижного музыкального фестиваля, исполнив песню «Белый вальс». Год спустя песня «Америка-разлучница» в исполнении Шведовой также была удостоена наградой. В первой половине 90-х Шведова активно гастролировала по США, а во второй половине 90-х получила награду от президента за выступление в горячих точках. В последнее время Ирина Шведова работала режиссером в Центре детского творчества, снималась в кино и выпустила несколько альбомов. В нынешнее время артистка ездит на гастроли и занимается преподавательской деятельностью. Мы поздравляем Ирину Шведову с днем рождения. Вся правда шансона. 30 апреля день рождения у Петра Налича. Этот артист называет свой музыкальный жанр так – веселые бабури, а стал популярным Налич благодаря Ютубу. Он снял простенький клип на песню «Гитар», который вошел в двадцатку самых просматриваемых российских клипов 2007 года. Клип этот он снимал у себя на даче в Щелково, а реквизитом послужила убитая копейка, которая стояла во дворе. «Гитар, гитар, 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 come to my boudoir, baby, you have a possibility, play it with me». После интернет-триумфа последовали гастроли музыкального коллектива Петра Налича по городам России и выпуск первого альбома «Радость простых мелодий». В 2010 году Налич представлял Россию на Евровидении и занял 11 место. Сейчас запись пластинок и концертную деятельность Налич совмещает с работой в театре. А еще Налич успел сыграть Пабло Пикассо в фильме Леонида Парфенова «Глаз Божий» и написать музыку к спектаклям «Питер Пен» и «Обыкновенное чудо». Мы поздравляем Петра Налича с днем рождения! Вся правда шансона С вами была Катя Катушкина и вся правда шансона. Чтобы не пропустить знаменательную дату, смотрите электронный календарь olddates.ru До скорого! Вся правда шансона Шансон ТВ